Почему электромобили на самом деле наносят вред природе и зачем их навязывают? Рассказываем правду. Мы все стремимся к светлому, лучшему будущему для себя и своих детей. Нам хотелось бы жить в мире, где все существует в балансе и гармонии. Многим кажется, что они строят сияющий город на холме, но это иллюзии. Одной рукой перед нами вывешивают красивую приманку, на которую мы с удовольствием клюем, а другой рукой, незаметно, но неотвратимо, заковывают нас в кандалы. И мы рады обманываться. Зеленая энергетика и электромобили – это сказка, наживка, в которую нас заставляют верить, благой миф, пустой внутри. Как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад. Приветствую. В нашем видео мы проведем уникальное расследование, чтобы рассказать правду о вреде, наносимом природе электромобилями. Мы расскажем правду об экологических последствиях использования электромобилей, а также откроем причину агрессивного навязывания концепции электромобилей. Смотрите до конца. Посмотреть первую часть нашего видео о зеленой энергетике вы можете, пройдя по ссылке в описании. Современный мир сталкивается с рядом проблем, связанных с загрязнением окружающей среды и исчерпанием природных ресурсов. В этой связи все больше людей обращают внимание на альтернативные источники энергии, включая электромобили. Убеждение в полезности электромобилей для окружающей среды является широко распространенным мнением. Однако, несмотря на все преимущества этого типа транспорта, есть основания полагать, что электромобили представляют серьезную опасность для человека и окружающей среды. Один из основных аргументов пользу электромобилей заключается в том, что они имеют низкий уровень выбросов вредных веществ. При работе на чистой энергии или возобновляемых источниках выбросы СО2 значительно уменьшаются по сравнению со стандартными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. К тому же, использование электрического транспорта позволяет сократить зависимость от нефти. Действительно, в городах, где широко используются электрические автомобили, наблюдаются улучшения состояния атмосферы и снижение уровня загрязнения. Это особенно актуально для мегаполиса, где проблемы с загрязнением воздуха достигают критического уровня. Однако возникает вопрос, насколько электромобили действительно экологичны? Дело в том, что низкие выбросы самого электромобиля могут быть сведены на нет из-за других факторов. Давайте разбираться. Первое. Замена автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электромобиле, хоть и кажется прогрессивным шагом в направлении экологии, тем не менее требует серьезного роста добычи лития, никеля и хобальта. Это может оказаться настоящим ударом для экосистем, так как добыча данных металлов нередко связана с загрязнением окружающей среды. Поэтому, несмотря на заявленную экологичность электромобилей, мы должны осознать потенциальные негативные последствия этого перехода. В конечном итоге мы можем столкнуться с новыми проблемами вместо решения старых. В таких странах, как Великобритания, Исландия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Германия, Норвегия, Швеция, Израиль, Южная Корея и Сингапур уже приняты решения о запрете продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в течение ближайшего десятилетия. Общее количество приобретаемых в год легковых автомобилей в этих странах составляет примерно 9,5 миллионов штук. Для обеспечения спроса только в этих странах потребуется увеличить мировое производство электромобилей в 5 раз. Добыча лития, никеля и кобальта в уже существующих объемах, наносит непоправимый вред окружающей среде. Увеличение добычи потребует разработки новых месторождений, что соответственно увеличит площадь территорий, которым будет наноситься экологический вред. Так, в частности, при добыче лития требуется большое количество пресной воды, в то время как его залежи находятся преимущественно в засушливых регионах. Перенаправление воды на нужды добычи лития приведет к дальнейшему опустыниванию окружающих территорий, разрушению экосистем, а также несет риск заражения почв и грунтовых вод соединениями мышьяка. Что-то совсем не похоже на аргумент в пользу экологичности. 70% мирового объема кобальта добывается в Демократической Республике Конго и добывается он кустарным способом. Причем в процесс добычи вовлечено 40 000 детей. Такая эксплуатация человеческого труда продолжается уже много лет и не имеет никаких признаков улучшения. Кобальт, добываемый в Конго, необходим для производства литий-ионных аккумуляторов, используемых в том числе в электромобилях. Но какой ценой? Условия труда крайне опасны. Средства защиты практически отсутствуют, а рабочие подвергаются опасному воздействию радиации. Второе. В большинстве стран основная часть электроэнергии вырабатывается за счет сжигания ископаемого топлива. В первую очередь угля. В 2022 году 61% всей электроэнергии, производимой в мире, производилась таким образом. При замене автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электромобиле потребуется увеличить объем производимой энергии, что приведет к перераспределению выброса СО2 и других продуктов горения от автомобилей к местам генерации электроэнергии, преимущественно в странах третьего мира. Не попахивает экологическим неоколониализмом. Третье. Существующие энергосети не в состоянии выдержать существенное увеличение нагрузки, которое произойдет в результате перехода на электромобили. Например, в Калифорнии, которая является одним из пионеров по введению зеленых законов, местным властям приходится регулярно запрещать зарядку электромобилей, чтобы избежать краха энергосистем. Расчеты показывают, что во многих местностях придется увеличить проводимость энергосети в два и более раз. Подобные работы помимо своей затратности будут уничтожать местные экосистемы. Четвертое. Только 7% парниковых газов, вырабатываемых в человечестве, приходится на легковые автомобили. Возникает вопрос, насколько эффективно выделение государствами огромных грантов и субсидий производителям и покупателям электромобилей, если их вклад в выработку парниковых газов столь незначительный по сравнению с другими источниками загрязнения. Пятое. Электромобили тяжелее, чем аналогичные автомобили с двигателями внутреннего сгорания. В некоторых случаях до 30%. Казалось бы, не так уж и много, но это только на первый взгляд. В результате покрышки на электромобилях изнашиваются на 20% быстрее, а производство шин оказывает крайне негативное воздействие на природу. Также это приведет к увеличению загрязнения местности возле дорог мелкой пылью из изношенных шин. Доказано, что такая мелкодисперсная пыль является причиной целого букета смертельных заболеваний. Основные способы избавления от использованных шин – это сжигание или складирование на специализированных свалках. Оба способа приносят огромный вред окружающей среде. Шестое. Больший вес электромобилей, ведет к повышенному износу дорог и связанной инфраструктуры. Износ дорожного покрытия приводит к попаданию в окружающую среду частиц битума, которые являются нефтепродуктом. Более того, увеличенный вес электромобилей вызывает опасения у владельцев многоэтажных парковок, которые ранее строились в расчете на меньшую среднюю массу транспортных средств. Существует высокая вероятность обрушения таких конструкций. Уже есть печальные примеры. Седьмое. При повреждении батареи электромобиля, например, в результате аварии, может произойти возгорание. Горение батареи происходит при гораздо более высокой температуре – около 900 градусов, продолжается дольше. Также возможно возгорание батареи в результате понижения уровня электролита. Ликвидация возгорания электромобилей требует существенно большего количества воды и применения специализированных средств тушения. В настоящее время очень небольшое количество пожарных отрядов по всему миру имеют требуемые технические средства и подготовку для тушения подобных возгораний. Более того, в результате горения батареи происходит заражение воздуха и воды, используемые для тушения, токсичными элементами и соединениями, входящими в состав аккумулятора. Особую тревогу вселяет возможность цепного возгорания электромобилей в местах их парковки или подзарядки. В таких случаях потушить пожар до полного выгорания всех электромобилей не представится возможным. Но если преимущества электромобилей не очевидны, тогда почему вокруг них такой ажиотаж? Давайте разбираться. Начнем с самого простого – дешевизны топлива. В интернете можно найти такие данные. Проехать 100 км на электромобиле обычно на 50-60% дешевле, чем на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания, что может показаться концом пути для бензиновых автомобилей. Однако не все так просто. При использовании одного из быстрых зарядных терминалов, тех которыми придется пользоваться чаще всего, за 100 км пути придется заплатить цену, сопоставимую с заправкой традиционного автомобиля. Кроме того, если произойдет повсеместный переход на электромобили, это приведет к тому, что миллионы машин будут требовать больше электроэнергии. Это означает, что государству придется строить новые электростанции и подстанции, наращивать сети электропередачи. Все это потребует значительных финансовых вложений и неизбежно приведет к росту тарифов на электроэнергию. Вероятно, что ночной тариф станет дороже, чем дневной, поскольку многие водители смогут заряжать свои автомобили только ночью, что приведет к увеличению нагрузки на электросети. Как результат, зарядить электромобиль станет гораздо дороже, чем заправиться бензином. А люди, у которых нет автомобиля, очень удивятся, почему счет за свет так сильно вырос. Ситуация усугубляется тем, что при покупке бензина и другого топлива значительная часть его стоимости идет на покрытие расходов на дорожную и транспортную инфраструктуру. В России около 30% стоимости одного литра приходится на налоги на добычу полезных ископаемых, еще 21% на акцизы. Всего государство забирает в бюджет около 60% от розничной цены топлива. В Европе этот показатель возрастает до 80%. Поэтому маловероятно, что правительство решат не использовать этот доход. В этом случае придется добавлять эти сборы тарифом на электроэнергию, что приведет к удорожанию всего и для всех. Создается впечатление, что речь идет скорее об агрессивном перераспределении сфер влияния и скрытом повышении налогового времени, чем о реальной охране окружающей среды и улучшении качества жизни. В 2022 году средний возраст автомобилей в США достиг отметки в 13,6 года. Автомобильные корпорации, сильно влияющие на власть, очень заинтересованы в увеличении прибыли. Государственные чиновники хотят стимулировать спрос для запуска производств и пополнения бюджета. А упрямые потребители, которые заносят деньги раз в 14 лет, их очень раздражают. Поэтому и создается ажиотаж вокруг электромобилей и принимаются нормы о запрете двигателей внутреннего сгорания под эгидой заботы об экологии. А о проблемах с деградацией аккумуляторов даже при простое транспорта почему-то умалчивают. Как результат, больше никаких 30 и 40-летних раритетов, никаких средних сроков эксплуатации по 14 лет. Раз в 5-8 лет владелец электромобиля вынужден будет раскошелиться и сменить автора или его батарею, что сопоставимо с затратами на покупку новой машины. Еще один приятный бонус для производителя – стоимость среднего электромобиля выше, чем традиционного, а значит и доходы больше. Электромобили помогают устранить еще одну неприятность. Вторичный рынок. С электромобилями вариант покупки БУ авто не пройдет. После первого срока эксплуатации как минимум придется делать капитальный ремонт с заменой батареи или покупать новую машину. Да, дорого и не выгодно для покупателей. Зато очень выгодно производителям в странах развитого мира. Подводя итог, можно прийти к выводу, что ажиотаж вокруг электромобилей основан на стремлении корпораций и правительств вынуть побольше денег из карманов потребителей. А экологическая повестка в очередной раз используется для прикрытия этого неприглядного факта. Тут и вправду строит себе сияющий город на холме. Только он не для нас. Мы останемся за забором. Не позволяйте себя обманывать. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Если вам понравился материал, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.